Продолжение следует... Продолжение следует... Оля, а может мне действительно продать квартиру, уехать в Москву? Ну, а что вам это даст? Просто подпишите капитуляцию? Ну да, я не привыкла капитулировать, ни перед кем. Ты права, я останусь. Если б только сын меня поддержал, было бы хорошо. Но он, к сожалению, не поддержит. Вы это знаете. Да, не поддержит. Не думала, что он пойдет против меня. Да, я тоже не думала, что все вернется против меня. После стольких лет преданности. Наташа. Да, слушаю. Мне нужно пораньше уехать, забрать жену. Если будут сегодня спрашивать, скажите, что меня не будет. Хорошо, Сергей Павлович. КОНЕЦ А посигнальте, пожалуйста. Послушай меня, девочка, не надо возвращаться. Оставайся тут с нами. Нет, Четнин. Ну что значит нет? Ну а если вновь все повторится? Ведь я же тебя растила, я тебя нянчила, я тебя купала, я стирала тебе пеленки. Я тебя воспитала, ты же мне как дочь. Ну как я могу позволить этой злой женщине, чтобы она пила твою кровь? Вон Митя здесь, он тебя защитит. Оставайся, я прошу тебя. Я не могу, Четнин. Я люблю Сережу, понимаешь? И он меня любит. Ладно, не переживайте, все будет хорошо. Пока. Перестаньте. Я думал, они уговорили тебя остаться. Ну что ты, мы же давали клятву друг другу. Поэтому будем вместе, что бы ни случилось. Спасибо тебе, родная. Мам, а я им завидую. У них настоящая любовь. Не всем, наверное, везет так. Ну, настоящая любовь, это и настоящее испытание. Ты бы смогла пройти через то, что прошла она? Не знаю. Наверное, нет. Поэтому и говорю, что завидую. Дочка, я тоже мечтаю о том, чтобы ты нашла себе настоящую любовь. Вышла замок. Мам, ну как же, если мне встречаются одни хулиганы? Не там ходишь? Да. Иди домой. Иди домой. Оль, может, выпьем? Да нет, Версимин, я, наверное, уже пойду. А то как-то Сережа в последнее время изменил отношение свое ко мне. Но ты пришла ко мне, не к нему же. Все равно ему будет неприятно это. Между вами что-то произошло? Так, некоторые разногласия на работе. Но если, конечно, не считать его несостоявшейся помолвки с Кирой и женить Пенозубовой. Ну да, если человек глупит, он глупит во всем. Ну, будь к нему снисходительнее, ладно? Ты ведь его по-прежнему любишь? Да, я его по-прежнему люблю, Версимин. Вылезай, вылезай. Вылезаю. Кира, солнышко, ты специально меня привозишь в самые гламурные рестораны? Пап, один раз живем. Пойдем. Кто тебе сказал? Это устаревшая теория. Папочка, если мы много раз живем, почему мы не умнеем? Пойдем же, пошли. Пойдем, гламурщица. Слушай, по-моему, дождь. Пойдем. Да-да-да. Лапа. Упс. Где? Пап, смотри, кто тут жизнь прожигает. Где? Вон там, смотри, туда. Митя, что ли? Да, от этого бывший зять. Мой бывший муж. Пойдем, взяла, ну, все. Пап, смотри. Лапуля, а ты чего напился-то? С чего это? А, очень приятно. Лапуля, у тебя депрессия. Что? Я спрашиваю, оплакиваешь свою несостоявшуюся любовь? А тебе-то что? А давай ты поплакиваешь у меня на плече, например. В общем, так, Лапуля, мы с Папулей будем приводить тебя в чувства. Мусек. Надо. Надо в чувства. Да, что-то у тебя сегодня со словарным запасом. Беда. Трезвее ты мне больше нравишься. Ну, и иди. Тех. А, папуря, ты заметил, Лапуля нас только что послал? Заметил. Митя, ты бы закусывал, а то можно нарваться на грубость. А вот в советах не нуждаюсь. Тесть. Ты что-то перепутал. Бывший тесть. Бывший тесть. Ну, и замечательно. Все теперь на своих местах. Так, что будем делать, мужики? Кира, пойдем отсюда. Подожди, пап, как пойдем? Я, может быть, первый раз вижу своего, свою любовь пьяным. Ты думаешь, я бы все такое возможно? Ну, не думаю, конечно, я не настолько наивен. Ну, вот и все, и хорошо. Лапуля, расклад такой. Ты поплатишь на моем дружеском плече, мы поговорим по душам, потом я тебя соблазню, и на следующий день, возможно, ты женишься на меня второй раз. Как тебе такой расклад? Нет. Коротко и ясно. Да меня плохо знаешь. Папуля, закажи чего-нибудь. Твоей мамы все еще нет. Она, наверное, с Олей жалуется друг другу. Да, наверное. Оля очень умная, она знает, как расположить к себе твою маму. Ну, я не оправдал ее ожидания, поэтому она мстит. Сережа, почему ты это терпишь? Ну, мы много лет были вместе, она мне очень помогла, я по-другому не могу. Да, понимаю. Ладно, буду готовить ужин. Нет, врач сказал, что тебе нельзя уставать, поэтому ужин сегодня готовлю я. Лапуль, ты бы поел чего-нибудь? Кир, оставь его в покое. Не трогай его. Пусть придет в себя. Пап, если я его не буду трогать, он вообще не придет в себя. Ты куда? Ухожу. Надо подумать. Эй, тихо, тихо, тихо. Ой, Кир, что ты в нем нашла? Ну, неужели нельзя найти нормального, достойного, непьющего человека? Пап, ну, неинтересно с таким, понимаешь? Может, у меня инстинкт материнский к Мите проснулся. Понимаешь, мне хочется, чтобы ему было хорошо. Ну, он же такой настоящий, а? Ну, не знаю. Давай, кушай. Кушай, кушай. Не хочу. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон»